Здравствуйте! Снова новости принесла Сорока на хвосте сегодня 14 апреля. Что ж, дождались. Число болеющих здесь и сейчас в Рязанской области перевалило за психологический барьер в цифру 100. 116 заболевших. И по этому показателю не самая многочисленная в России Рязанская область занимает 12-ю позицию. Что это? Я считаю, что это неумение держать ситуацию под контролем, безволие и низкий профессионализм не помешали ни цифровая эквилибристика, ни нагнетание ужаса на журналистов с помощью надписи «фейк». Безволие, без силе власти проявилось как раз в попытке изолировать села Заокска и Коростова. Крупные молочные села, люди которых привыкли зарабатывать себе деньги тяжелым трудом и с помощью коровок, буренок красиво жить и процветать. Богатые села, им есть что терять. Власти пытались их изолировать, потому что селяне из Заокского Коростова отвозили свою продукцию в Москву, как следствие коронавирус. Но неумение чиновников удержать, как я уже говорил, ситуацию под контролем привело к быстрой разблокировке этих сел. Сейчас там количество зараженных растет. Вот и сегодня, 14 апреля, появилось сообщение, что их стало на 3 человека больше. Сегодня же, 14 апреля, наш товаровед-эксперт, кандидат технических наук Елена Аксенова в рубрике «Еда и люди» рассказала о том, чем же можно заменить так резко поднявшиеся в цене лимоны и имбирь. Посмотрите на нашем сайте и поймете, что безвыходных ситуаций нет. Министр здравоохранения Калмыки Юрий Кикенов пошел работать в обсерватор. Его врачебная специальность как раз дыхательные пути человека. Такую же специализацию имеет и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилузский. Но что-то мне подсказывает, что он не пойдет работать в обсерватор, а выберет другой путь. Как минимум замалчивание проблемы, о той, о которой мы рассказали сегодня в начале нашего выпуска. 116 заболевших, болеющих, подчеркну это слово, и 12 место в России. Но мы ни о чем молчать не будем, нам Сорока принесет на хвосте еще новостей. Всего доброго, не болейте, берегите себя и своих близких.